с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 16 мая международный день света в этот день в 1960 году произошла первая демонстрация теодором майманом работы лазерного луча в мире считают что это напоминание будет способствовать глобальному признанию центральной роли света и световых технологий в нашей повседневной жизни сферах науки культуры образования медицины коммуникации и энергетики день биографов отмечается в годовщину первой встречи сэмуэла джонсона с его будущим биографом джеймсом ботсуэлом все произошло в одном из книжных магазинов лондона в далеком 1763 а результатом встречи стала опубликованная через 28 лет двухтомная жизнь самуэла джонсона джонсон на то время был знаменитым критиком лексикографом и поэтом второй половины 18 века генеральная ассамблея он провозгласила 16 мая также международным днем мирного сосуществования подчеркнув что жить и действовать нужно сообща солидарно и в гармонии во всем мире у родившихся 16 мая 1817 год в этот мир приходит николай костомаров историк истинная любовь историка к своему отечеству может проявляться только в строгом уважении к правде так писал николай иванович а вообще он написал 21 том сочинений вершиной деятельности костомарова стала знаменитая русская история в жизни описаниях ее главнейших деятелей 1887 год родился игорь северянин русский поэт основоположник эгофутуризма в 1918 году на вечере в политехническом институте в москве торжественно провозглашенный королем поэтов на его могиле в таллине было выбито двустише как хороши как свежи будут розы моей страной мне брошенные в гроб любопытно что с его легкой руки или пера вошли в оборот великого и могучего неологизмы изыск и бездарь а в 1953 году родился пирс броснан англо-американский актер предпоследний по счету джеймс бонд 1955 год день рождения ольги корбут выдающаяся гимнастка которая впервые выполнила сальто на бревне четырехкратно олимпийская чемпионка в 1957 году родился юрий шевчук поэт композитор певец и лидер группы ддт в этот день 1975 году родился александр пушной российский музыкант теле и радиоведущий но теперь о некоторых событиях в 1744 году указом царицы елизаветы петровны в российской империи отменена смертная казнь а в 1768 году российская императрица екатерина вторая издает указ о постройке в санкт-петербурге памятника петру первому будущего медного всадника 1920 год жанна дарк народная героиня франции канонизирована ватиканом девушка из крестьянской семьи в ходе столетней войны которая возглавляла борьбу французов против английских захватчиков а в 1429 году освободив шарлян от осады попала в плен к бургундцам в 1430 году они-то и продают ее англичанам которые объявляют жану колдуни и по приговору церковного суда казнят ее сажением на костре 1924 год выходит первый номер журнала мурзилка для детей от 6 до 9 лет основной задачей издания было как ранее писалось в большой советской энциклопедии коммунистическое воспитание детей в духе советского патриотизма уважение к труду коллективизма и товарищества в 2012 году журнал занесен книгу рекордов гиннеса как детский журнал самым длительным сроком издания любопытно что сам мурзилка превратился плавно из человечка в некое милое и доброе но все-таки существо 1929 год впервые проходит церемония вручения наград американской академии киноискусств вручаемые призы будут называться оскарами только начиная с 1931 года а тогда крылья режиссера уильяма уэллмана стали фильмом победителем в этом немом фильме рассказывалось о влюбленных в одну женщину ее играла кларбоу двух американских летчиках во время первой мировой войны так начинался оскар 1985 год принято постановление цк кпсс и совета министров ссср о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения которое на следующий день было опубликовано во всех газетах советского союза лозунг трезвость норма жизни стал девизом антиалкогольной компании отношения которые у населения было разным 1990 год открывается первый съезд народных депутатов рсфср съезд будет работать до 22 июня и изберет бориса николаевича ельцина председателем верховного совета рсфср также будет принята декларация о государственном суверенитете рсфср 1992 год в хоронят марлен дитрих марию магдалену фон ложь немецкую а затем американскую кинозвезду она точно доказала что талантливый человек талантлив во всем писала статьи гламурные журналы работала радиоведущей выступала как конферансье пела играла в театре закончить карьеру в кино дитрих пришлось после полученной травмы после которой она снялась лишь небольшой роли фильме с дэвидом боу и последние годы жизни дитрих проводит в уединении своей парижской квартире после прощания тело переправлена в берлин где сегодня и находится могила великой дитрих но еще одно событие 1717 год вольтер заключен в бастилию за свои сатирические произведения причем до этой как сказали бы сегодня посадки он уже писал кое-что нехорошее про королевскую власть точнее про регента при ребенке короля но сел за чужое произведение в париже приобрела огромную популярность анонимная поэма я видел цитата я видел то видел это видел все злоупотребления совершенные и предполагаемые я видел это зло а мне только 20 лет недоброжелатели вольтера распространили слух что памфлет сочинил именно он на самом деле настоящим автором был другой писатель ли брен однако тот так испугался опасного успеха своего детище что взял и поддержал версию обвинения в итоге вольтера упекли в бастилию где он провел время весьма плодотворно написал генриха великого и генриаду также в бастилии завершил трагедию эдип так что тут как никогда подходит пословица не было бы счастья да несчастье помогло с вами был николай пивненко в проекте дата